Как вам качество игры со стороны обеих команд и главной очереди со Спартака? Тедеско был недоволен. Команда выиграла и воспользовалась своими моментами, которые создали футболисты, которые просто выше класса. По игре проблем много, потому что в первом тайме Оренбург даже переигрывал в Спартак и не зря он ввел 1-0. Во втором тайме ничего не поменялось, когда футболисты немножко выше класса, они реализовывают эти моменты. – Александр Соболев пока за Спартак не забивает. Если он полезен, если скидку сделал на Понца, этого уровня достаточно для Спартака? Оставит ли его в клубе, если он будет играть примерно в том же ключе? – Ну, как я понимаю, он же в аренде или нет? – В аренде, да. – В аренде, да. – С правом выкупа, да. – Да. – Ну, знаете, это такой вопрос, что он немножко расплывчатый. Его взяли, у него задача, он в прекрасных условиях сейчас находится, в прекрасной команде, я имею в виду Спартак. Поэтому его задача – играть, получать удовольствие, ну и пытаться, конечно, забивать, потому что у него все для этого есть. Другое дело, что, конечно, если ты не будешь забивать, мы понимаем, что в любой команде есть конкуренция. И потихонечку конкуренция там и выходит на первые роли. Поэтому все зависит от него. – Ну, вот и сейчас конкуренты забили, и в частности, Джордан Ларсон. Вот если вспомнить то, как он играл при Олеге Конве, и то, как он играет сейчас. Он уже забил, как я помню, 8 голов за Спартак, достаточно хорошо для дебютанта. – Да. – По сравнению с тем, каким он был в начале при дебюте Спартака и сейчас, вы видите большую разницу или разницу вообще в его игре? – Смотрите. Ну, во-первых, разницу я не могу ощутить, потому что мы его же не знали. До появления Спартак никто его не знал, как он играет. Я имею в виду большая часть людей, потому что ясно, что за ним следили, и там люди персонально следили. Значит, у него эти качества были, если он был в «Спартак» куплен. Поэтому у него, как бы сказать, тоже шикарные условия. Из какого-то маленького городка, где-то в Швеции, приехать. – Ну, с другой стороны, у него папа какой, явно не такие условия, что ему от нечего делать было. Не то, чтобы он из маленького городка, его вели, он знал, чем он занимается и так далее. В общем, понимал, куда он шел. – Не сказал бы, где его. Откуда его взяли? – Из шведского клуба «Норчинпинг». – Ну, вы можете представить различия? – Да. – Ну, человек из шведского клуба, из какого-то «Норчинпинга» даже не знает, где. Там, грубо говоря, какая-то деревенька какая-то, правильно? – Да. – Сразу «Аспартак», грубо говоря. Конечно, огромная разница. Это ясно, что наверняка, может быть, рассчитывали, как мы знаем, как трамплин какой-то, да? Там где-то засветиться, заиграть, а потом уехать в Европу. Другое дело, что трамплин трамплином, ну, когда тебе платят деньги такие, которые там в шведском городке, наверное, вся команда не зарабатывает, да? Конечно, ты бегом побежишь. Поэтому нет. Он молодец. У него были качества хорошие. У него же видно, что когда даже выходил он до этой зимней паузы, левая нога хорошая, быстренькая, может один в один обыграть. Поэтому так и бывает, кто-то раскрывается, кто-то не раскрывается. Кто-то раньше, кто-то позже. – Конец прошлого года в «Спартаке» основным защитником заканчивал Роман Зобнин на правом фланге, сейчас Николай Рассказов и Андрей Ещенко друг друга постоянно меняют. Вы в их игре видите основного защитника или туда уже скоро опять Зобнина вернут? – Ну, мы же все говорим об этом, что Зобнин как раз-то на правом фланге и потерялся. Его там, его качество, они там потерялись. Хорошо, что сейчас после этой зимней паузы физическое состояние хорошее у всех, ясно, что отдохнули, полтора месяца готовились, тем более многие знают, как готовились. В физическом плане мы видим, что «Спартак» неплохо готов. Так и должно быть. Другое дело, что Зобнин на правом фланге бегает, бегает и бегает, вот в том-то и дело, но это не его место. Он может играть, хорошо, что он может там играть, справа где-то, еще где-то, но все равно ему, как мне кажется, лучше играть в центре, где можно, помимо того, что отнимать и бегать, можно еще и создавать какие-то моменты, угрожать как-то, то, что он должен делать. Как в игре, например, ССК, когда он из ничего побежал, ударил и забил. Правильно? Тем более мы сами понимаем, что Зобнин забивает раз в год. Раз в год, да. Ну да, поэтому, понимаете, да, если и на правой фланге его считаем, он бегать-то будет, здоровье есть, не бегай, бегай. Другое дело, что Тедеско его там поставил, а он там три-четыре игры там и потерялся. Ну, не потерялся, а все начали говорить, ой, Зобнин там типа, чего он играет так плохо. Я говорю, почему он плохо играет-то? Выполняет ту работу, которую ему тренер поставил. Бегать, отнимать мячи, отдавать ближним. Он это и делает. В принципе, мы же видим, что Ещенко, я не знаю, многие очень часто критикуют, но, знаете, все же по-разному взгляд на футбол, все же по-разному воспринимают многие детали. Да, многие говорят, там Ещенко, но Ещенко может фору многим другим молодым дать. – Хорошо, на этот вопрос будем считать ответ есть. И последний – это, наверное, Павел Маслов, который сыграл сегодня в основном составе по тому, как он сегодня выглядел. Можно ли сказать, что он воспользовался там авансом и уже его можно посмотреть и в матчах с соперниками более серьезными, чем Оренбург? – Конечно, можно, конечно, можно. Вы видите, появился Маслов, никто его не знал, да, фамилия. Так и появляются люди. Как в ЦСКА появился там, грубо говоря, там Карпов, Дивеев молодые тоже, да, там, да, сейчас у них период, там, они ошибаются часто, но это ясно, что это с молодостью связано. Ну, все равно, основное, основное, основное же, это Жиго и Джихи, вот если их не будет того и другого, вот здесь основная проблема. Например, сегодня, правильно вы говорите, Маслов, да, кто сегодня не играл? – Кутепов. – Кутепов не играл. – Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Кутепов что делает в каждой игре? – Вот, я хочу пожарником является. Ну, да, понимаете, здесь, я говорю, проблема, не проблема, а основная, это, чтобы был Жиго и Джиги. – Угу, понятно. – Если эти двое будут, тогда нормально. – А кого по этой игре вы бы назвали лучшим игроком матча? Максименкова изначально ответили, может там Ларсон или кто-то другой? – Ну, давайте оставим его. Ну, действительно, они 1-0 проигрывали, поэтому вратаря там доля победы весомая. Да, он выручил, там где-то спас, где-то и это. Поэтому, если так в общих чертах, мы же говорим о том, что там Спартак, ну, многие сейчас могут сказать, выиграл не по игре, да, потому что, ну, за счет индивидуального класса своих футболистов он там превзошел, да. По игре это проблем много, там и в первом тайме было, и так что вот так. Пускай Максименко будет, да. – И как вам кажется, футбол в России сейчас будет идти из-за пандемии, сейчас будет на паузе все поставят и перенесут все матчи. Скоро ли мы увидим, грубо говоря, о российском футболе? – Смотри, мое мнение, я уже много говорил, и говорил еще три недели назад, две недели назад, когда еще так странно многие играли, да. Ясно, что никто не ожидал, что такая будет, можно сказать, кошмарная ситуация, что такое все будет распространяться. Поэтому мое мнение, почему я говорю, что я повторяю, это не сегодня, а еще три недели назад. Если есть угроза человеческой жизни, то нужно останавливать все, что только можно. Никуда это не денется. – Без зрителей играть не вариант. – Я почему говорю, потому что многие там три недели говорят, что здесь такое, футбол, что это. Знаете, как бывает. Потом как раз, смотрю, уже меняют, через неделю по-другому говорят, да. Я говорил, болельщики, я говорил, подождите, ну как здесь, такое есть, значит, болельщики что-то, проблема тоже, наверное. Ясно, что играть никому неприятно, без болельщиков. Потому что я, в принципе, много раз тоже говорил, попробуйте вот эту игру, на одном телевизоре будет игра с болельщиками, а на другом – без болельщиков. Кого вы будете смотреть? Конечно, вы будете смотреть. Там орут, кричат, бегут, а здесь кажется, что на месте играют. Понимаешь, это же тоже огромная роль играет картинка. Я считаю, что если придем к этому, то ничего страшного не будет. Остановится и все, как и во всем мире сейчас. Тем более, если евро перенесут, то и время будет доиграть все летом. Ну конечно, и время, и все. Да нет. Об этом сейчас не надо. Ясно, что все будут думать об этом. Это ясно, что будет. Представляете, сколько будет переносов, сколько всего того-сего. Да мы в шоке. Не знаем, о чем писать. Весь спорт отменяется. Что делать? Да. Да. И мы также в шоке. А что делать? Вот видите как. А вот ценность какая. Раз и все. 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 Все.